К счастью, сегодня хорошая погода. Мы, кстати, когда отбереехали в Румынию, дождь прекратился, хотя показывало, что в Румынии будет дождь, но дождя не было. Было тепло, хорошо и не солнечно, что самое главное, потому что очень неудобно ехать, когда солнце жарит. Сейчас пришли покупать какие-то фрукты хотим, что-то на обед купить. Вот видите, тут такой цветочный рынок шикарный. Вообще в Румынии много цветов. Везде, возле каждого дома розарий, на улицах, даже там, где проезжая часть, она рождена кустами роз. Очень красиво мы проезжали. Вот вам калачики, которые у нас называются. Такие красивые. Розовые мне нравятся. О, вот базарчик. Ура! Это нас привели сюда люди. Тоже цветов. Так много, слушайте, зачем так много? Ой, сразу венки продаются. Не буду вам показывать. Базарище такое. Видно, что тут уже такие, знаете, климат более летний. Вон перцы 20. Тут надо делить на 5. Это будет евро. Абрикоска. Абрикоска. Интересно, почему эти абрикоски? Видите, большие такие, крупные. А ценник, ценник? 10. 10? Yes. 10, 10, 10. Ага. Все 10. Все 10. Это 2 евро. Нормальная цена. У нас гораздо дороже. Арбузики. Персички. То есть не отставай. Хао мачо абрикосы? Ага, ага. Ага. Подожди, я хочу здесь покупать. Я хочу абрикосы. Персики такие огромные. 10. Клубника 20. Это 4 евро получается. Вот 15 евро это. Черешня. Малина 15. Черешня 12. Уже можно покупать. Я так люблю эти рынки. 12. Крупненькая такая черешня. Клубничка. Клубничка. Тут уже дороже 12. А тут 12. Сейчас будем что-то покупать, а потом с вами пробовать. Яблоки уже не актуально. Желтая черешня. Ну, скажу я вам, что не такие уж дешевые фрукты, но дешевле, чем у нас. Хау мачо абрикосы. Мы сейчас сходили в магазин и кое-что купили. Мы из этой квартиры должны выселиться к обеду, но я хочу здесь пообедать. И хотела приготовить что-то, какую-то еду, потому что мы сухомяк, еще ничего не готовила за трое суток, считая. У меня была своя еда, но она уже закончилась. Ну, покажу вам, что я купила. Яйца яйца здесь дорогие. Я так поняла, что стоит 2 евро. Это 8 гривен десяток яиц. Постное масло стоит 1 доллар. Это дешевле, чем у нас. Пиво я не помню, сколько стоит. Рыба. Рыба стоит 400 граммов. Получается 3 евро. Это где-то 120 гривен. Ну, килограмм получается около 200 гривен. Не знаю. Взяла вот такие вот овощи. Рыбу потушу с овощами. Будет такой обед. Взяла себе молоко, кофе. И все это вместе затянуло 12 евро. Или 59 румынских лей. Или 500 с чем-то гривен у меня снялось с карточки. Такой у меня сегодня будет обед. Рыбку я порезала. Замороженная. Прямо все замороженное. Пускай тушится. Пересолю потом уже, когда будет готово. Думаю, что будет вкусно. Надо было томатного соуса взять. Было бы еще вкуснее. Читая не догадалась. Друзья, ну я рада снять вам апартаменты, которые мы забронировали в Анештах. Город Румынии. Нас немножко эти апартаменты удивили. Они очень маленькие, компактные. Здесь все есть. Здесь даже в этом шкафу есть халаты. Вот такие и тапочки. Конечно, у нас свои халаты и тапочки. Вот я во всей красе. Такая вот тут большая двуспальная кровать и очень удобная. И очень хорошая постель. Здесь есть роутер, салфетки, градусник, телевизор, который мы не смотрим. Холодильник, который работает. Вот такие вот окошки. Они еще затемненные. Это немножко меня напрягало, но здесь очень хороший свет. Вот я вам покажу. Даже такого у нас не видела. Видите, это круто. Очень-очень яркий свет. Душевая здесь хорошая. Все в душевой хорошее. Свететника, конечно, не дыровая. Но все компактненько. Аккуратненько. Столик немножко шатается. И он маленький для нас был. Здесь даже есть кофемашина. Мы ее не пользовались. Есть стиральная машина. Такая огромная плита. Зачем она в такой комнатушке? Такая огромная плита. Тут одной конфорки. Хватило бы и газ не надо было проводить. Вот так она занимает. Видите, всю эту варочную поверхность. Вся эта варочная поверхность, она занимает половину кухни. И что? Получается некуда. Ни масла поставить. Ничего. Но все равно мне нравится. Вода горячая и холодная. Получается колонка. Мне очень понравилась эта сковородка. Такое покрытие хорошее. Она не жарит. Одно удовольствие. Ну, в принципе, все есть. Молодец, шампунь есть. Мольчие средства есть. Так что неплохо. Короче, выселяемся. Едем на Брашев. Ну, а вы с нами. Друзья, если вы думаете, что наши приключения закончились. Я вам еще не рассказала то, что у нас было вчера. Вчера, когда мы пересекли границу, нужно было покупать виньетку. Виньетка – это сбор за проезд по дорогам автомобильным в Румынии. Стоит он очень дешево. На 10 дней он стоит всего 3,30 евро. Это очень дешевый сбор. На месяц он стоит немножко дороже. Самое невыгодное – покупать на один день. Стоит 2,5 евро. Но я заранее оформила эту виньетку еще дома. Покупала я виньетку на сайте Romani.ro. Оплатила свои 16,8 леи румынских. Мне пришел ответ, что да, вы оплатили, но это не значит, что виньетка у вас уже в руках. Нужно, чтобы она пришла к вам на электронную почту. Так вот, она мне на электронную почту не пришла. И у нас после пересечения границы начались приключения. На границе нам сказал таможенник, что вы можете сразу выехать из ворот таможни румынской. И тут же сразу на заправке вы можете купить виньетку. Я слышала, что виньетки продаются на всех заправках в Румынии. Но когда мы остановились на первой заправке, оказалось, что там не работает терминал. Мы проехали 50 километров до следующей заправки. Там тоже не работал терминал. На многих заправках не продается виньетка. Она продается только на больших, крупных заправках. Поэтому нам пришлось понервничать, поколесить. Потому что штрафы огромные. И я эти 50 километров тряслась. Короче, где-то еще через 20 километров наконец-то нам удалось купить эту виньетку. Причем все люди, которые стояли на таможне, они тоже покупали вместе с нами. Мы уже видели эти машины на таможне. И они же тут же за нами ехали. Хотели купить эту же виньетку. И все были просто безумно счастливы. Так что приключения с виньеткой у нас закончились. Она у нас вот лежит в машине. А ту виньетку, которую я купила, она у меня просто пропадет. Ну, елки-палки, где наша не пропадала? Прикрой немножко окно. Так вот, сегодня наши приключения продолжаются вчерашние. Вчера мы не могли подсоединиться к интернету в роуминге. У нас никак не подсоединялся интернет. Сегодня утром рано я связалась с оператором. И он мне сказал, что у вас все в порядке, у вас все оплачено. Я передам в службу... Как это называется, Господи? Техническую поддержку. Я передам в техническую поддержку, что у вас проблема. Они вам решат. И мы вам сообщим буквально через некоторое время. Прошло полдня. Мне никто ничего не сообщает. Интернета у меня нету. GPS у меня не работает. Мы забронировали отель в Брашеве. И я туда написала, поскольку у меня в гостинице был мой... В апартаментах был интернет. Я оттуда связалась с хозяином квартиры. И сказала, что у меня нету. Написала ему, что у меня нет GPS. Он мне сказал, что это ужасно. Потому что, опять-таки, апартаменты находятся в жилом районе. И вы не найдете без GPS. Только что я получаю уже в третьем часу дня, я получаю сообщение от Киевстар, что мне нужно перейти на другой тариф. У меня сейчас тариф 100 гривен. Мне нужно перейти на тариф 300 гривен, чтобы у меня изменился тариф. И тогда автоматически подключится GPS. Хотя у меня роуминг оплачен в Румынии. В общем, короче говоря, едем просто так. Сейчас попытаюсь зайти на заправку. На больших заправках и в больших магазинах здесь есть интернет. Бесплатный. Он присоединяется сразу, без всякого кода. Можно зайти на эту крупную заправку, когда заправляешься. И присоединиться к интернету. И вот я сейчас зайду, доплачу 300 гривен. Конечно, те деньги, которые я уже платила за роуминг, они аннулируются, понятное дело. И, короче, попытаюсь подключить GPS. Так что наши... Да, но это еще не все. Если вы думаете, что этим все закончилось, нет. Значит, у меня забронированы апартаменты в Брашеве. Вчера я списываюсь с хозяином и предупреждаю его о том, что мы приедем в районе 3-4 часов. Заселение идет с 2 часов дня. Но обычно хозяин всегда просит, чтобы заранее сообщали. Но я сообщила заранее. Прошу его, чтобы он, поскольку у меня не работает GPS, опозначил мне места, по которым я могу определиться. Например, церковь, магазин, заправка и так далее. Он мне присылает подробную карту. Он мне расписывает, какие рядом есть магазины, рядом есть церковь. Все, все, все детально. Мы вас ждем. Добро пожаловать. Все хорошо. Сегодня мы пошли в магазины на базар. Смотрю, у меня все время банкает телефон. Но мне неудобно доставать все время телефон, когда я в магазине. Я знаю, мне звонить никто не может. Но сообщения приходят, почитаю позже. Приходим домой. Я читаю уже в час дня, перед самым выселением. Что хозяин мне пишет? Sorry, извините, пожалуйста. Я аннулировал ваши апартаменты, ваш заказ. Вы не можете у нас остановиться, потому что произошла путаница. И эти апартаменты сданы. Короче, ребятушки, расстроена я была. Это ужасно, потому что его отель находился именно в том месте, в Брашеве, где его легко найти. Мне пришлось перебронировать отель. Хозяин предыдущих апартаментов извинялся и сказал, что он мне сейчас же перечислит деньги обратно на счет. Может, он и перечислил, но до сих пор они не поступали. Короче, я сижу вся в обломе и в расходах. И думаю, вчера я подумала так, ну ладно уже, выдался за поездку, один тяжелый день. Ну не бывает так, что все гладко. Мы когда ехали в Будапешт, в Прагу, в Карловы Вары, у нас все было гладко. У нас, ну вот кроме того, что шел дождь, когда мы приехали только в Карловы Вары, это была вот единственная проблема, которая успешно решилась. Все остальное вообще шло как по маслу. Мы везде пересаживались, везде нам шли навстречу, все как-то решалось. Тут же я не знаю, что это такое. Вчера уже вечером я легла спать и думаю, господи, наконец-то этот день закончился тяжелый, и наверняка завтра будет уже все хорошо. Потому что я уже точно определилась, где находятся эти апартаменты в Брашеве. Значит, все, хозяин мне все расписал. Я найду, там рядом Лидл мой любимый. Я не могу его пропустить мимо, поэтому я найду. Сегодня мне хозяин апартаментов, которые я вновь запаронировала, пишет мне, что, милая моя, вы без GPS не найдете эту квартиру. Ну, не знаю, сейчас попробую пополнить счет и присоединиться к роумингу. Самое интересное, что он сказал тебе хорошие слова. Милая моя. Они все очень вежливые и, ну, предыдущий хозяин, ну, так получилось, он извинялся и все. Жалко, что это было поздно, если бы он мне, допустим, в 6 утра это написал, ладно. А также он написал мне уже час дня, уже забронировать что-то нормальное было бы очень проблематично. Поэтому я уже не выбирала место в центре, например, где я хотела, где я планировала, где я уже эти апартаменты у предыдущего хозяина бронировала. Там просто в центре, 700 метров от центра. То есть там нечего искать. А тут, получается, 1 километр 700 метров, но запутанно в микрорайоне. Короче, будем ехать. Наши испытания не закончены. Продолжение следует...